Дагестан 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 находится над Каспийским морем. Возвышенность составляет всего 200 метров, но здесь открывается чудесный вид на город, на Махачкалу. Прямо здесь, на горе Таркитау, расположился местный ресторанчик «Ковчег», где мы впервые попробовали дагестанские лепешки чуду с мясом и зеленью, а еще хинкал с говядиной и сухой горной колбасой. Дагестан Сердце Дагестана – древнейший город Дербент. Здесь мы провели второй день своего путешествия. По пути заехали в село Маджалис, где местным мастерицам удалось сохранить национальную культуру и ремесла. Мы приехали в Центр традиционной культуры народов России Кайтаги. Здесь нам показали мастер-класс по приготовлению национального блюда чуду, а также показали вышибку, которая сопровождает дагестанцев от рождения до самой смерти. На стенах музея причудливые орнаменты и уникальные картины ручной работы. Каждый символ таит в себе особый смысл. Значит, вот какая-то вот точечка, например, где-то есть, это значит знак плодородия, засеянное поле, это семя, засеянное семя. И поэтому вот каждая картина, вот, например, просто ее читают, вот кто умеет это читать, ее читают. Они могут рассказать историю семьи. Сегодня редким ремеслом кайтагской вышивки владеют всего три мастерицы в стране. А вот печь вкусные и сытные лепешки чуду умеет здесь каждая хозяйка. Нам рассказали, как правильно готовить начинку для этого блюда. Грецкие орехи перемолотые, немножко кипяток наливаешь, они разбухают и добавляешь эти вот грецкие орехи. Потом лук и все специи по вкусу. Кому-то черный перец, кому-то красный, кто что любит, кто-то к ним добавляет. В прошлые века в Дагестане родители выбирали невест своим сыновьям, посмотрев, как девушка готовит чуду. С большим подносом лепешек и закрытым лицом невесту вели в дом жениха. Мамы сыновей вот так выбирали невесту для своих мальчиков. Какая она мастерица, какая она шустрая, как все готовит. Вот это все служило показателем, что она будущая хорошая хозяйка. После вкусного обеда в этноцентре Кайтаги гостей развлекают национальными песнями о дагестанском народе, о красоте природы и о любви. Песня плавно перешла в танец. Мы тоже не удержались и пустились в пляс. Обучить народному танцу журналистов взялась народная артистка Республики Дагестан Султанат Шахалиева. Раньше она была простой дояркой, как все женщины в ее семье. Но талант заметили и вот уже 27 лет Султанат работает артисткой в местном доме культуры, встречает гостей и знакомит их с культурой своего народа. Где надо, участвую, где надо, пою, пью, как говорится, везде участвую. Откуда берется песня, репертуар? Это какой-то национальный? Это наша, живая, красава, слова, пою. Если надо, другие книги подбираю, пою. Про Дагестана, про Россия, про Кайтага. А как вы вообще начали петь? То есть вы нигде не учились, получается, запели? Я сем-класс закончила с трех лет. Из гостеприимного этноцентра Кайтаги отправляемся в жемчужину Дагестана Дербен. Датой рождения этого древнейшего города считается 438 год. Дербен называют самым толерантным городом мира или вторым Иерусалимом. Мы прибыли в древнейший город Дербент. Его возраст составляет более 2,5 тысяч лет, а по некоторым сведениям более 5 тысяч лет. Также это самый южный город России. Ну а мы находимся в крепости. Из нее оборонялись с помощью логов и других подручных средств. Неприступная крепость с вековыми стенами на рынке Ала ежегодно становится точкой притяжения сотен туристов. Мы обошли территорию цитадели. В древности здесь располагался Ханский дворец, водохранилище, родник и даже камера предварительного заключения – Малый Зиндан. Здесь обвиняемый ожидал своего наказания. Сутки-двое суток ожидал своего наказания. Обвиняемый спускали его туда вниз по веревке, спускали туда же ему еду, пищу. Одна из достопримечательностей крепости – комплекс ханских бань 16-17 веков. Это полуподземные помещения, из которых наверх выходят лишь высокие купольные своды. Потолок был мозаичный, стены украшены хоробеской, таким растительным цветочным орнаментом, пол – каменная плитка. Освещения тут как такового не было, кроме этих небольших отверстий. Крепость входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является заповедником. На прощание цитадель подарила нам красивый горский танец. Пустившись из цитадели в город Дербент, туристам откроются узкие старинные улочки. Прямо на фасадах домов – ковры и сувениры. На тротуарах – самовары с душистым чаем. Местные детвора мастерит и продает нехитрые украшения. Здесь же, в центре Дербента, находится старейшая в России джума мечеть. Двор мечети украшают четыре старых платана, признанные памятниками живой природы. Еще один рукотворный памятник, который мы увидели в Дербенте – Каспийский монстр. Ракетный корабль «Экраноплан Лунь» был создан во времена СССР для поражения надводных кораблей. Судно давно списано. Всю электронику из него убрали, а корпус оставили стоять на пляже, как экспонат. Длина Каспийского монстра – 73 метра, высота – 19 метров. Любопытные смельчаки забираются на корабль и под него ради фото и острых ощущений. Без ярких фото отсюда не уходит ни один турист. Третий день нашего путешествия начался с прогулки на катере по реке Сулак. Капитан прокатился ветерком по бирюзовой водной глади, предупредив, чтобы крепче держали в руках телефоны. Говорят, что у каждой рыбки здесь уже есть по два айфона. Яркие эмоции обеспечены каждому. За безопасность волноваться не стоит. Каждому туристу выдают спасательный жилет. Но держаться нужно крепко. Одно из самых красивых мест Дагестана – это Сулакский каньон. Сразу после прогулки по реке мы отправились на смотровую площадку и взглянули на каньон с высоты птичьего полета. Глубина Сулакского каньона почти 2000 метров, а протяженность – 53 километра. Прямо над рекой здесь неспешно парят гордые орлы. Туристы не упускают шанса сделать красивые фотографии и видео с самой высокой точки. Недалеко от Сулакского каньона находится пещера Нохо. Здесь между двумя скалами протянут подвесной мост, с которого открывается потрясающий вид на реку Сулак и горы. Надев каски, мы прошлись по мосту и заглянули в пещеру. Развлечение для самых смелых – прыжок с тарзанки над рекой. Крики тех, кто решился на прыжок, нарушают тишину безмолвных гор. Самый большой бархан Европы – Сарыкум – тоже находится в Дагестане. Здесь еще в прошлом веке снимали фильм «Белое солнце пустыни». Площадь бархана – 600 гектаров, ширина – 3 километра. Здесь 350 видов растений, 200 видов птиц и 20 видов животных. За три с половиной дня нам удалось познакомиться с культурой, природой и традициями Дагестана. Вы можете повторить наше путешествие или выбрать более подробный маршрут. Кстати, с 13 июля из Ульяновска в Дагестан можно улететь прямым авиарейсом. Самолет Ульяновского «Хачкала» будет курсировать один раз в неделю по четвергам. Гостеприимный Южный край приглашает в гости и будет рад каждому. Приглашаем всех в Дагестан! Субтитры подогнал «Симон»!